Глава Мэйвезер Промоушен с Флойд Мэйвезер намерена организовать бой между Джервонте Дэвисом и украинским чемпионом по версии WBO Василием Ломаченко. Если Дэвис победит Хесуса Куяра, то мы сделаем ему бой с Ломаченко. Я уже провел предварительные переговоры с Дюбефом, тот Дюбеф глава топ ранг. Также Мэйвезер заявил, что готов возобновить карьеру ради поединков в ММА. Выход на пенсию было замечательным, но как все хорошо знают, я ухожу, а потом возвращаюсь. Могу ли я вернуться опять? Да, но если это случится, то только в октагоне. Я уже говорил с моей командой, я говорил с Эллом Хэйманом и он сказал нет. Но я говорил в Шоу Тайм и Си Би Эс. Если у нас получится договориться с Дану Уайтом и UFC сделает мега файт, один бой, то он может быть с Коннором Макгрегором, но мы не знаем. Это может быть и контракт на несколько боев. Как я понимаю, сейчас у Макгрегора есть дела, с которыми ему нужно разобраться. Я могу делать все, что хочу, когда я хочу и как я хочу. Атлетическая комиссия штата Невада одобрила заявку Геннадия Головкина на проведение боя. Вечер бокса под эгидой промоутерской компании Triple G Promotions пройдет 5 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Бой Головкина станет главным событием и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций. Соперникам казахстанца пока неизвестен. Также Геннадий Головкин впервые выступил перед СМИ после того, как мексиканец Сауль Канело Альварес отказался от поединка. Об этом в своем твиттере написал редактор спортивного сайта TalkSport.com, англичанин Майкл Бенсон. Головкин выступил перед СМИ впервые с тех пор, как Канело ушел от реванша. Пожалуйста, забудьте Канело, Канело ничто.